И так, ну что ж, ариарума и маленькие любители покушать из всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш поклонный слуга Амаморо и эта великолепная сборочка Майнкрафт Тонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские изменения. Все эти изменения, как ни странно, коснулись только этой части базы. И здесь я просто, как ни странно, пытался нормализовать добычу топлива в наш реактор. И как раз сегодня у меня в планах это топливо использовать и попробовать реактор запустить. Для начала я хотел бы сделать себе вот такой вот механизм, желательно в количестве двух штук. Он нам понадобится для того, чтобы поставлять все топливо в тот наш реактор, который находится аж в другом измерении. Сейчас я его вот здесь вот размещаю. Также, я так понимаю, я хочу создать номер сети. Допустим, она будет публичная. Газы он снизу принимает. И создаю как раз эту сеть. Один. И вот он к ней, по идее, должен был подсоединиться и в себя должен был закидывать газ, который находится снизу. И вот запитываю сюда энергией и, по идее, все. Так, второй где-нибудь я, пожалуй, здесь размещаю. Тоже ему сет один. И они должны были сконнектиться. И вот успешно топливом он у нас начал заполняться, как только я настроил выкачку из этого танка. Также передается, как я понимаю, она сюда и в нашу трубу тоже топливо заходит. Значит, проверка прошла успешно. Пока я здесь все это строил, пока я настраивал пропорции нужные здесь. Мною была обнаружена уникальная деталь, которую я раньше не обнаруживал. Как минимум тот факт, что здесь, как ни странно, начинает пропадать электричество. Это нонсенс какой-то. И оно здесь постепенно убавляет. Так что мы не зря начинаем строить реактор. И рано или поздно нам это потребуется. Сейчас, получается, мы летим к этому реактору. Сделаем, давайте, где-нибудь вот здесь вот пока что ему порт, который будет настроен на только вход. И вот здесь вот как раз запускаем квантовый туннель, который будет закачивать наш реактор топлива. И мы можем видеть, что оно уже здесь успешно пошло. Можно на секундочку, еще, пожалуй, парочку я себе здесь портиков возьму. Как минимум еще хотя бы один, для того, чтобы выкачивать отсюда шлак, который будет здесь копиться. Так, давайте попробуем активировать реактор. И мы увидим то, что температура растет, копится шлак и ничего не происходит. А интересно, он будет когда-нибудь вырабатывать энергию, допустим, какую-нибудь? Сейчас, как я понимаю, множитель на реакцию стоит 0,1 милибакетов тик. Если мы поставим больший множитель, то, соответственно, он будет и больше топлива кушать. Но пока что я не думаю, что в этом есть особая необходимость. Давайте ради интереса... Так, что-то я не понял прикола. Он вообще энергию будет выдавать сегодня или нет? А-а-а! Он не выдает энергию, он вырабатывает тепло, которое мы можем уже потом преобразовывать в энергию. Все понял. Потом, если что, я могу здесь турбину поставить. Как я понимаю, именно турбина будет отвечать у нас за выработку энергии. Пока что я не готов с этим разбираться. Так, берем отсюда выкачку шлака. И надо разбираться, куда ее мы должны с вами перерабатывать. Нам для ее переработки потребуется вот такой вот механизм. Создаем. Получается, шлак, который здесь копится, это не что иное, как газ. И как раз здесь газ мы успешно помещаем. Но вместе с газом сюда должен идти еще охладитель в виде воды. У нас этой воды здесь много. И, допустим, сера. Все необходимое здесь подведено. Даже электричество. И у нас как раз здесь получается полониум. Радиоактивный материал. И останется только еще один чембер сделать, чтобы жидкий полониум кристаллизовывать в обычной полониумной пилетике. Вода есть. Полониум есть. Так, а я не понял, что произошло. А, я зачем-то сломал полониумный реактор. И здесь теперь куча радиации. Только этого мне и не хватало. Здесь вроде как есть химозащитный костюм. Его можно сейчас попробовать сделать. Мне пришлось, к сожалению, покинуть этот мир. Для того, чтобы попробовать как-то выжить, теперь я в полном комплекте брони. Я надеюсь, это мне поможет теперь справиться с тем, чтобы выживать в том мире, где у нас как раз находится эта радиация. Ну, кто же знал, что нельзя разрушать даже блоки с полониум. Не то, что этот реактор. Вот эти частицы, которые здесь летают, это, видимо, все радиация. Но, благодаря костюму, меня это не дамажит. И не колышет особо, на самом деле. Главное, что здесь производятся необходимые нам ресурсы. И останется лишь в этот реактор подавать флюоритовую пыль. Вот, теперь точно, все здесь готово для производства. Останется лишь мне, наверное, остановить реактор сейчас и поставить другой множитель. Ну, пожалуй, пока что десяточку давайте сделаем. Вместо 0,1. И попробуем активировать. Теперь мы можем видеть то, что 10 милибакетов в тик у нас топливо поглощается. Соответственно, и шлака должно производиться гораздо больше. Ну вот же, теперь шлака гораздо больше. Давайте сейчас сюда немножечко модули закинем, чтобы процесс чуточку быстрее шел. И мы видим процесс накопления полония. Нужно одно ведро на один такой ресурс. То есть, если я все правильно понимаю, таких вот чемберов потребуется здесь поставить чуточку большее количество, чем сейчас. Ну, если что, это потом изменится. Потому что, как я вижу, шлака у нас достаточно большое количество и копится. А вот куда девать пар, я пока себе ума не приложу. Но надеюсь, как только он у меня здесь закопится, я смогу его просто куда-то девать. Вот ведро накопилось, и первый полет полония я получаю. Это победа. Ведь теперь благодаря этому я могу делать просто очуменные вещи. Была бы только возможность. Давайте, я не знаю, пока что вот сюда вот будем запиховывать этот полоний весь. И мне нужен сундук с готовыми пресетами. И давайте скажем вот сюда вот, чтобы весь у нас полоний выходил. А, слушайте, я что вижу, то что тут оказывается есть еще какой-то побочный продукт. Типа Spend Nuclear Waste, тоже обладающий радиоактивностью. А вот куда тебя надо девать, прошу прощения? А, никуда я девать, соответственно, ее не могу. Она просто по умолчанию обладает радиоактивностью. Допустим. Автоэджект я поставил, и теперь весь полоний, который здесь будет производиться, будет автоматически уходить у меня на базу. Не стоит забывать то, что здесь вот чанг должен быть загружен. И все замечательно. Чистить с радиацией, конечно, не замечательно. Ну и на этом можно сказать, что вся глава с механизмом полностью выполнена. Давайте, не знаю, ради прикола чисто возьмем все ачивки, которые здесь были. Очень гигантское количество предметов, спасибо и на этом. Но, как я понимаю, большее количество предметов, которые здесь себе заполучают, чистой воды, просто бесполезный хлам. Спасибо и на этом. Полоний, как многие другие ресурсы, как ни странно, нужны в нескольких вещах. Например, для создания палетов сингулярности. К раз к этим палетам, в принципе, можем сейчас и прийти мы с вами вместе. Для того, чтобы создавать сингулярности, мне нужен нейтронный компрессор, который создается, ну, в принципе, приемлемо. Но у него, к сожалению, нету EMC, поэтому мне таких компрессоров понадобится достаточно большое количество. Ну, пока 16 штучек, я думаю, даже мне многовато будет. Я пока сделал себе 31 компрессор. Пожалуй, останемся и на этой позиции временно. Где бы это размещать, я пока себе ума не приложу. Ну, давайте скажем, вот в этой комнате, по-моему, прекрасное место для этого. Станем компрессор, для него не нужны ни энергии, ничего, просто нужно сюда подавать гигантское количество предметов. Все предметы, которые у меня должны быть в сингулярности, вот все сингулярности, которые я могу здесь себе получать. И мы уже некоторые с вами начинали производить. Было бы замечательно, если бы именно здесь они все были представлены. И очень замечательно то, что в нашей книге гайдов они здесь прекрасным образом расположены, и в случае чего я смогу здесь отсюда брать. Ну, давайте по порядку. Трубы я сюда подвел, которые связаны с ME-сетью. Мне нужен экспортер и импортер. Экспортером я буду сюда подводить ресурсы, а с помощью импортера буду отсюда их забирать. Также мне потребуется, наверное, рычаг. Чисто для того, чтобы в случае, если мне захочется разактивировать этот механизм, я мог бы его выключить. И давайте попробуем сделать хотя бы какую-нибудь сингулярность, если у меня представится такая возможность. Например, замечательный вариант сингулярности, это из вот этих вот кластеров, которые мы когда-то с вами уже до этого активировали. И как-то так весь у нас процесс пошел. Сверху я, получается, через экспортер подаю кластеры. Они здесь скомпрессовываются. Для ускорения процессора здесь будут стоять часы. Возможно потребуется, возможно нет. И снизу на черный лист у нас стоят все кластеры отсюда, чтобы забирались. И так у нас постепенно первые сингулярности начали получаться. Одна сингулярность это целый каталист, а 11 каталистов это целый слиток. Уже неплохо. Не странно, одну сингулярность мы уже сделали. Также нам предстоит, я вижу, оптимизировать добычу нитрокристаллов, но для этого нужно тонны энергии. А тонны энергии это, как ни странно, тот ядерный реактор. И попробовать нужно сделать на него турбины, чтобы шли. И автоматизация железных мишек тоже одна из частей автоматизации, которую можем выполнить. Желейные мишки очень даже бодренько идут, я вам скажу. Но и их нужно всего 12 штучек на целую сингулярность. В любом случае, еще одну таким образом мы без проблем получаем. Маджента материя. Ну вот уже и сингулярности из мадженты сюда подъехали. И их нужно 1777. Ну пусть создаются, что я могу сказать. Под часами и правда этот процесс идет гораздо-гораздо быстрее. И главное, что мы выполняем еще одну сингулярность. В принципе, звезды Незера несложно автоматизируют. Сейчас мы с этим справимся. Как раз та автоматизация из полониума, которая здесь требуется. Но я думаю, ее будем делать гораздо-гораздо позже, поскольку его еще не скопилось. Вижу необходимость автоматизировать вот такие аддонные процессинги. С этим, я думаю, я разберусь за кадром. И уже буду разбираться дальше с этим в следующей серии. Туши мобов. Тоже достаточно легкая автоматизация. Моб фильтр пэт. Ладно. А, я понял, в чем загвоздка. Нужно ведро молока. А как здесь получить ведро молока без коров, это тоже еще один суперский квест. Видимо, придется сейчас как-то исхищряться с этим. Тоже достаточно легкая вещь из Коррупптед Айнгод. Нод Оверклокер. Я не знаю, что это такое и с чем его едят. Но крафт у него достаточно легкий. У него есть ЕМЦ. С этим вообще без проблем справимся. Особенно с флаксовыми блоками. А вот мы настали, мы найти, к сожалению, не сможем здесь. Пока что с этим нужно разбираться. Компактные машинные рамки. У нас, по-моему, где-то была автоматизация этой штуки. Да, и они у нас успешно в системе копятся. Так что с этим тоже, я думаю, проблем не будет. Eternal Slate. Те самые слейты пятого уровня, которые я делал на алтаре. И они у нас тоже успешно копятся. И с этим тоже проблем не будет. Шарики. Непонятно, какие это шарики и откуда они берутся. Для них, скорее всего, нужно много индустриальной коломпли. Это достаточно геморройно сделать. И не так, что вы просто. Думаю, как-то с этим потом. Infused Ender Pearl. Допустим. Палеты. Ладно. Train Track. Ага. А с этим будет достаточно весело. Учитывая то, что Train Track делаются только в Create. И крафт у них достаточно замороченный. С этим как-нибудь в другой раз. То же самое касается и Pig Iron. У меня есть какое-то небольшое количество. Но, в принципе, для ее полной автоматизации нужно самое сложное, как я погляжу. Кровь и глина. Где брать кровь, я себе ума не приложу во промышленных масштабах. Хотя, вот вижу, из деревьев нужно выращивать. Короче, можно разобраться. Не так, чтобы и сложно. И Souls Game. Это тоже мод. Мы с ним уже разбирались как-то с вами. И я думаю, с этим проблем особо не будет. Я не вижу особых таких проблем. И препятствий, чтобы мы не могли прямо сейчас сделать. Нужно выполнить по порядку то, что у нас уже есть. И уже переходить от чего-то такого к более сложному. Ну и как-то так у нас в итоге все выглядит и выходит. Здесь у нас размещены все сингулярности, которые я только мог придумать. И останется немножечко сейчас времени подождать, чтобы некоторые из них докрафтились. Потому что не прошло достаточное количество времени для того, чтобы их крафт произошел. И в таком случае, я думаю, все оптимальным образом у нас получится. Ну и конечно же, нужно полуавтоматизацию вести некоторого процесса. Чтобы в случае чего не забирались некоторые предметы. Или дозабирались некоторые предметы. Нужно, короче, об этом всем подумать. Разбираться с остальными сингулярностями и со всем остальным уже будем мы в следующей серии. Нам предстоит еще кучу всего сделать. Прежде чем переходить к дальнейшему. И разговор не только уже о сингулярностях. Поскольку, как ни странно, в крафте есть вот такой вот супер-упер-мега-суп. Который создается из кучи тонны разных ресурсов, невообразимых по сложности. И этим я не представляю, как нужно заниматься. И что для этого нужно сделать. И как это все нужно автоматизировать в правильных масштабах. Вот так вот сейчас у меня выглядят некоторые сингулярности, которые их есть. Некоторых больше, некоторых меньше. Ну, это в принципе нормально. Давайте заберем немножечко всех. И выполним некоторую часть ачивочек. Ну и получается остались лишь те, которые мы сделать с вами не можем. Или, а точнее, те, которые пока что не представляются возможным сделаться. Но об этом и многом другом, я думаю, уже как-нибудь в следующий раз. За кадром предстоит мне опять колоссальный объем работ. Как минимум, хотя бы разобраться, как именно работает этот механизм-реактор. И нужно будет построить турбины для выработки энергии. Ведь ее нам не хватает и будет не хватать. Ведь впереди у нас мод ПАВАХ. Его автоматизация. И куча-куча всего еще другого и интересного. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok